Винотека-редакция на винодельне «Скалистый берег» встретилась с главным виноделом Кириллом Бардаковым. Культура вина набирает обороты, и интерес к ремеслу винодела возрастает с каждым днём. Когда люди узнают, что винодел, такие, да ты что, а ну-ка, расскажи-ка нам, и начинается вот это. С какими трудностями сталкиваются виноделы? В России тяжело продавать в целом вино, ещё тяжелее продавать российское вино, а ещё тяжелее продавать российское дорогое вино. Один из тех, кто вносит свой вклад в развитие российского виноделия. Россия сама по себе — молодая винодельческая страна. Мы стали вознуждать виноделия, показывать то, что в России можно делать классного, качественного вина. Что может привнести молодая волна российских виноделов? Хочется, чтобы было какое-то вино, за которым именно охотились. Настолько сильно его ждали, что через день нас терзали, когда же оно появится. Смотрите полный выпуск на канале Винотека Редакция. Всех приветствую, это Винотека Редакция, меня зовут Елена Белова. И сегодня мы находимся в красивейшем месте, это невозможно не заметить, Анапа, село Варваровка. Чтобы пообщаться с главным виноделом в винодельне «Скалистый берег» Кириллом Бардаковым. Кирилл, приветствую! Добрый день, Елена, добро пожаловать. Пойдемте посмотрим нашу замечательную винодельню. С удовольствием! Кирилл, очень часто напротив вашего имени пишут приставку «молодой», хотя вы в виноделии уже 14 лет. Да, да. Мы понимаем, что у спортсменов есть такая определенная история, это, допустим, гимнасты, фигуристы. В 25 это уже возрастные, да? Футболисты тоже после 30 как-то, знаете, так не считают их молодыми, но если мы не Роналду, например, да? Когда винодел становится зрелым, его можно сказать, ну, это уже вот винодел. Я думаю, любой человек, в принципе, в том числе и винодел, который оптимистично смотрит вообще в общем целом на жизнь, он всегда будет себя ощущать молодым и незрелым, и даже не будет в этом сознаваться. Я больше сторонник того, чтобы оценивать, ну, как именно не личность, а именно продукт, который мы делаем, вино, например, стабильного качества, из года в год винодел опускает, определенный стиль поддержит, то есть у него там есть, у этого вина есть любители, спрос, тогда, наверное, можно говорить, что это уже, ну, как зрелый, можно как... Состоявшийся. Вот, да, я только хотел сказать, как синоним состоявшийся винодел. Сейчас на достаточно крупных предприятиях, высокотехнологичных предприятиях мы можем заметить, что очень много виноделов вашего возраста примерно, то есть тоже молодых, можно сказать. Вообще это такая тенденция или с чем можете сравнить, с чем можете объяснить, либо старая школа, она немножечко, может быть, уже не вписывается в тренды современного виноделия? Россия сама по себе молодая винодельческая страна. Мы стали возрождать виноделия, показывать то, что в России можно делать много классного, качественного вина. Второй момент, конечно, что был, наверное, определенный, скажем так, провал в этой отрасли, связанный с сухим законом, с неспростыми временами, я думаю, поэтому людей не так это интересовало. Но как пошел определенный бум, то есть все, что связано с гастрономией, в том числе и вином, стало модным, то есть люди стали интенсивно этим интересоваться, плюс это всегда параллельно идет с какими-то путешествиями, то есть людей эта тема интригует, и поэтому и молодежь потянулась. А есть примеры, когда сейчас становятся главными виноделами 25 лет, 26, 24 даже, по-моему, есть. Поэтому, когда меня студенты в каком-то разговоре спрашивают, как вообще с перспективой мы, тогда человек просто огромный, огромный, там дальше уже ваши возможности и желания. Я могу сказать по своей группе, все, кто захотел остаться в отрасли, работать в этом направлении, все остались, то есть у всех было предложение. Сейчас тоже большой спрос, сколько с коллегами не общаемся, в принципе, почти все кого-то ищут. Виноделов, технологов, а если даже не их, то сотрудников лаборатории, агрономов. Отрасль очень интенсивно набирает обороты. Ну и есть большой спрос на кадрах. Вернемся к началу вашей карьеры. И можно сказать, что не каждый, наверное, начинал свой путь в виноделии, еще будучи студентом университета. У вас это получилось так, на пятом курсе вы уже начали, были приглашены на предприятие, причем такое достаточно серьезное, усадьба Дивноморская. И вот история про то, что приехал психолог и директор и выбирал стажеров, студентов. Во-первых, вопрос, почему психолог вторым человеком приехал. Тут нужна какая-то, не знаю, особый психотип, чтобы стать виноделаемым, работать в этой отрасли. Они проверяли больше не то, что знания, собеседование. Они нам задавали какие-то профильные вопросы, на которые, в принципе, они даже иногда в полной мере не знали ответа. Просто смотрели, как человек реагирует, ведет себя, может, не в комфортной обстановке и так далее. И для этого был приглашен психолог. Прямо я помню эту дату. Это было 1 декабря 2010 года. Это как... Знаковая дата. Это прям знаковая дата начала моей профессиональной карьеры. То есть когда был подписан такой первый уже серьезный трудовой договор. Могло бы этого всего и не случиться, это тоже такой счастливый случай, потому что до этого вас приглашали в ресторан работать сомелье, тоже серьезное место, но вы вот по каким-то причинам отказались. Это все-таки, наверное, как-то вы счастливчик по жизни, наверное. Везет сильнейшим в любом случае, поэтому где вот эта грань, где чистое везение, а где, скажем так, заслуга трудов, результат, опыт – это всегда предмет обсуждений и философии. Да, безусловно. Но в тот момент, когда мне предлагали именно направление сомелье, мне не очень нравился тот путь, что мне нужно было оборвать обучение. Мне нужно было и основное образование, плюс еще на дополнительном учился. В сравнении того, что все, что делается, все к лучшему. Надо искать везде плюсы, и так оно и сложилось. Если такими критериями оперировать, я могу сказать, что в каких-то случаях, может быть, немалых, мне везет. По поводу того, что везет, вы попали еще с двумя своими однокрупниками на усадьбу Девноморская, и это ведь было тогда очень высокотехнологично и остается предприятие. И ваши, уверены, однокрупники, многие проходили еще практику на предприятиях, где было советское оборудование, много ручного труда. Вот была ли какая-то зависть со стороны однокрупников, потому что у вас был совершенно другой путь. И, может быть, не хватило вам всего того, что прошли они, чтобы все это, знаете, так руками прощупать, пройти, как говорится, огонь, воду и медные трубы, а потом уже работать на очень комфортных условиях. Практика на предприятиях, в которых было сильное советское наследие, и мы все втроем ее, в том числе, проходили. Все-таки прошли. Конечно, у нас после каждого курса, после второго, третьего, четвертого, была производственная практика, ручной труд, устаревшее оборудование, мы это все прошли. То, что там зависть, не зависть, мне кажется, как такой зависти не было, потому что это же было собеседование, собеседовались все желающие из группы. Тут уже вопрос того, кого выбрали, того выбрали. Когда вы попали на винодельную усадьбу Дивноморская, там уже работали и Матео Калетти, и Алексей Толстой, и вообще вы там проработали 8 лет. Какой опыт вы получили, и как сложились взаимоотношения, вообще как взаимодействовали с мэтрами виноделия, можно сказать? Если так вспоминаю, стараюсь объективно оценивать, ну, не то, что, не прям сырые, но довольно сырые пришли на предприятия. Самое главное было, то есть впитывать все как губка, это, конечно, насколько нам еще повезло с вот этими руководителями, это более решающий фактор. Выстраивание самого процесса, как руководить коллективом, что-то такое. Столько всего получили знаний и опыта, то это более важно, чем хорошее техническое освещение. Формирует какой-то плацдарм, можно дать человеку очень хорошее технологическое оборудование, но если он, опять же, сырой какой-то, то вряд ли что-то хорошее в этом получится. В плане общения, да, безусловно, там, это было как отношение, как руководители, но это все переросло в дружбу, я до сих пор общаюсь и дружу с Матео, с Алексеем. Субтитры сделал DimaTorzok Недавно общались с Стефанией Майоровой, и она рассказывала, что лет там еще 10 назад ей вместе с вами довелось знакомить с российским виноделием через вина «Усадьба Твиноморская». И тогда очень скептически относились ко всему этому, и было очень тяжело говорить о том, что российское вино – это хорошо, это может быть качественно, и это вас может удивить. Вот за то время, как вы начинали, до сегодняшнего дня, насколько изменилось вообще отношение к российскому вину, ну, с вашей точки зрения, да, и насколько проще стало говорить о российском вине, предлагать его, делать и искать потребителей, тем, кому оно нравится. Все-таки это заведения, которые, да, не верят или не очень верят в российское вино, но по сравнению с тем, что было тогда, это кардинальная разница. В России тяжело продавать в целом вино, тяжело продавать российское, еще тяжелее продавать российское вино, а еще тяжелее продавать российское дорогое вино. Я даже, в принципе, и с дистрибьюторами сейчас общаюсь, занимаюсь, они сами про себя говорят, что они не верили. А нам, они говорят, вот нам предлагают ту же усадьбу Девноморскую за какую-то цену, зачем я буду ее брать, если я возьму, могу взять популярное, скажем так, уже известное итальянское какое-то вино, которое знают. Ну, зачем мне это российское вино? Зачем нам в эту кабалу лезть? Если сравнить сейчас, люди наоборот, некоторые проекты, некоторые там вино, люди ждут, за некоторые даже есть там борьба, чтобы хотя бы там коробку или там пять в ресторане оказалось. Сейчас даже уже такое есть. Если говорить о том, как винодел меняется за годы своей работы, усовершенствуется, многие говорят, что винодел, он учится бесконечно до конца своей жизни. А насколько способствует, допустим, для бывших студентов, вот только закончили они вуз, начали где-то работать, там стимулом какие-то конкурсы винодельческие, потому что вы были участником конкурса молодых виноделов, Винолимб, да, и стали его победителем. Вот это как-то помогает или, не знаю, дает стимул совершенствоваться, быть лучше, и что вообще на этом конкурсе оценивается? Я думаю, что, безусловно, эти конкурсы полезны, это хорошая площадка для показать себя и зарекомендовать перед какими-то работодателями. Это тоже хороший стимул, что далеко ходить. Мы, когда формировали команду в 2019 году, участвовали в этом конкурсе, там, то есть Кристый Берег был как одним из спонсоров, мы там тоже кое-кого присмотрели, и одного винодела потом, спустя, в 2020 году, в первую очередь, сделали ей предложение, и она согласилась, перешла к нам. Это такая отличная площадка, заявить вообще себе, что имя было, а тебе хотя бы услышали. Зачастую, да, у нас с этой точки зрения более благоприятная среда, потому что у нас маленькая винодельня, у нас много людей приезжает, виноделов, в принципе, все на виду, так назовем, а может быть есть, а на больших предприятиях, которые делают миллионами, безусловно, это все как части механизма, ему где-то вот этот, где-то прячется этот драгоценный камень, который ценный кадр, но его просто за вот этой многомиллионной машиной, его не разглядеть, он четко выполняет свои функции, все здорово, но, во-первых, его, чтобы заметили, там, наверное, извне, нужно, чтобы он до какой-то стадии дошел, то есть ему нужно там несколько шагов пройти по карьерной лестнице, и тогда он там будет виден людям и сверкать. А эта площадка позволяет этот, может быть, путь сократить, чтобы получить какое-то более интересное и лучшее предложение. Кто-то на этом конкурсе находит себе сотрудников, виноделов, вы себе известная история нашли спутницы по жизни. Прям известная? Ну, по крайней мере, вы очень часто об этом говорите, да, но это вот для тех, кто может быть незнаком, но случилось так, судьбоносная получилась? Самый лучший приз был, конечно, и до сих пор продолжает им быть. Ну, и вот вы уже говорили о том, что жена для вас является такой музой, да, сравнивали уже с тем, что винодел это такой художник, у него есть палитра, и, наверное, без вдохновения тут никак, потому что, в принципе, там, из года в год винодел проделывает, ну, схожие какие-то операции, да, и что-то же должно вот подпитывать, вот, что-то должно вдохновлять, у вас это конкретно супруга, либо есть еще что-то, там, путешествие, вы где-то увидели, чем-то вдохновились, либо знакомство с какими-то коллегами интересными. Безусловно, жена меня вдохновляет, в том числе и помогает, там, особенно это было ощутимо в 20-м году, когда мы запускались, такое было очень интенсивное тяжелое время, когда мы за короткий промежуток времени очень много задач сделали, там, от, то есть запустили производство, получили лицензию, сформировали команду, большая поддержка была с ее стороны, потому что иногда, конечно, силы эмоций покидали. В принципе, подытожить, что вдохновляет людей, это определенная любовь, да, есть любовь от человека к человеку, это, безусловно, самое, наверное, глобальное и стимулирующее, но любовь к путешествиям, любовь к новым знаниям, конечно, имеет место быть, может быть, поездка к коллегам или просто на какие-то другие винодельни, там, где понравится какое-то вино или сорт, да, это, безусловно, все стимулирует идеи, которые потом подвергаются анализу, и ты думаешь, да, вот это вот можно было бы попробовать. — Продолжим вашу счастливую историю, как попали именно в Скалистый берег, потому что вы здесь стали главным виноделом, еще когда не было построено винодельня, не было самого здания, но виноградники уже частично были заложены. — Даже не частично, все было заложено, то есть у нас основные посадки были подознащивших виноградников, это 11, 12, 13 год, поэтому, когда я пришел в 18 году, уже все было, да. В тот момент должность исполнительного директора занимал Леонид Тадеев, мы с ним познакомились в 14-м году. Это знакомство потом развилось в клуб дегустационный, я в то время и он, я жил в Геленджике, вот там, и в том числе и Олег дегустировал, с нами дегустировал Франк Дисоньяр. Вот мы там раз, ну там, условно, допустим, раз в месяц собирались, тоже вслепую дегустирули, и шло какое-то обсуждение, вот так вот мы познакомились, разговаривали о их планах, что им понадобится винодел, сделал мне предложение, представляю, и я от него не отказался. Кирилл, когда вы пришли работать в Скалистый берег, в виноделье это еще не было, и получается, что до сегодняшнего дня все вины, которые были созданы, они как раз-таки были созданы именно вами, либо кто-то еще все-таки принимал участие в том, какая будет стилистика, в чем будете выдерживать, и это такой коллективный продукт. Сто процентов я не единогласно принимаю решения, я один из тех людей, можно сказать, что общая команда, это виноделов, это четыре человека, которым мы собираем купажи, выбираем стиль и прочие-прочие процессы, иногда даже устраиваем еще более широкие дегустации, но это уже не в части производства, именно вина, как наше производственное отделение, а, например, когда мы сравниваем наши вина с винами конкурентов, или просто с какими-то иностранными образцами, то есть мы собираем более широкий, назовем это консилиум, то есть мы собираем и коммерческий отдел, сотрудников лаборатории, и руководители наши, то есть все собираемся, причем в закрытую все дегустируем, должен быть широкий кругозор, должны быть какие-то последние веяния, стили должны ловить, и все вместе дегустируем, все в закрытую наливаем, дегустируем, обмениваемся оценками, мнениями и так далее. Но у винодела у каждого все-таки есть такой свой какой-то почерк, понятно, что вы начинаете свою карьеру, да, и можно сказать, такой еще молодой винодел, но вот этот вот почерк, он уже прослеживается в линейках «Скалистого берега». Два года люди, да, имеют возможность попробовать нашу вину, но тем не менее уже есть устоявшиеся любители, которые, и причем по всей России, там мы ездим по различным мероприятиям, их так встречаем, и здесь рядом, в нашем красотарском крае, есть покупатели, которые целенаправленно приезжают к нам, им нравится наш стиль, безусловно, мы это единогласно там назвать моим каким-то стилем, я бы так не сказал. Но все-таки главный винодел, он принимает важные решения. Безусловно, безусловно, главные, но по многим вопросам это коллективное решение, не зря говорят, одна голова хорошо, а две лучше, в том числе можно даже переформулировать, это тоже такое, как мысль, что один нос хорошо, а два лучше, то есть, безусловно, определенный коллективный разум, он сглаживает какие-то, может быть, личные предпочтения, это как в каком-то виде спорта, там, например, можно сравнить, что крайние оценки выбирают, там, самый худший, самый лучший, чтобы и по такому среднему вопросу получается самый лучший вариант. С самого еще основания определенные, скажем так, концепции, стили вина, там, да, безусловно, от наших инвесторов, заказчиков какие-то шли, часто задают, например, вопрос, нет ли от них какого-то давления, или что там, что там, нет, такого на самом деле нету, видимо, все нравится, это, как, знаете, говорят, что самая лучшая похвала – это отсутствие критики, поэтому я, в принципе, лично в такой парадигме тоже живу, если нету очень сильных замечаний, значит… Правильным путем. Похвалы ждать не стоит, да, поэтому это, я это принимаю как лучший комплимент. В этом году в линейках «Скалистого берега» появилось два вина, как раз-таки легкое одно из вин, да, «Мелодия лета», и «Пинонуар», который, кстати, в таком каком-то граничном количестве выпущен все-таки. И я так понимаю, что его вряд ли можно где-то вот купить в винотеках, а только здесь получается на винодельни. С «Пинонуаром» история такая, что, в принципе, мы всем всегда говорили, что мы стараемся делать красный «Пинонуар», но в силу природных обстоятельств. Когда мы только начинали наше производство, это 20-й год урожая, был сложный, жаркий, 21-й год был кардинально другой, аномальный, очень дождливый, и у нас в эти годы не получилось сделать какую-то часть «Пинонуары» красного, на красное вино. А вот 22-й год получился как раз-таки, в принципе, в общем и целом, на самом деле, такой год получился хорошим для красных вин, и в том числе для «Пинонуары», поэтому мы такую небольшую часть, можно даже назвать отчасти такой, как экспериментальная, то есть мы сделали, и все удачно получилось. В 23-м мы тоже сделали, это вино сейчас на выдержке, и в 24-м планируем. «Пинонуару» на нашем Теруаре немного жарковато, поэтому мы преимущественно все же делаем из него игристое вино. У нас порядка чуть больше трех гектар «Пинонуара», но какую-то часть мы отслеживаем, причем каждый год, это может быть на красное вино мы с разных участков можем отбирать, оставлять какую-то часть именно для производства красного вина. Насчет «Розового» тоже, опять-таки, некий запрос и от потребителя, ну, в принципе, это, да, сезонность, и это, в принципе, было что-то такое, почти на поверхности лежало, что когда мы год назад запустили линейку «Ветер в травах», где у нас были представлены такие легкие, доброжелательные вина, и все они были купажными, то есть два белых, два красных, в принципе, это было изначально, наверное, в принципе, мы догадывались, что рано или поздно понадобится еще и «Розовое», поэтому мы в 23-м году эту линейку выпустили, и в 23-м году уже какую-то часть сразу и переработали для «Розового» вина именно под эту линейку. Но мы в нашей линейке и Скалистый берег тоже планируем «Розовое», но это в более долгой перспективе. Мы находимся сейчас в хранилище, где выдерживается вина в бочках, и, судя по этому количеству, вы с бочкой работать любите, и преимущественно это красные все-таки сорта винограда. Мы сейчас находимся в той части, где красные вина. Мы не только любим работать с бочкой, но и нам позволяют, в том числе и руководству, делать закупку этого дерева, и немалая часть. Это французский дуб? Да, у нас почти на 100%, где-то процентов 95% это все французский. У нас есть немного венгерского, есть кавказский, порядка 95% это все Франция. Но разные производители, у нас порядка 7 производителей, даже 8, даже 8 производителей дуба. Там разный объем, разный обжиг, разная пористость дуба, разное происхождение дуба. То есть поэтому… Тут можно… Очень, да. Я это сравню как с палитрой у художника. То есть есть широкая палитра красок, и получается, дегустируя каждую бочку, мы уже в финальной стадии, когда составляем купажи, думаем, куда эту бочку можно направить. Например, там такие сорта, как Каберне Свинен, Каберне Фран, они у нас фигурируют в трех винах линейки «Скалистый берег», и в том числе фигурируют еще и в красных винах линейки «Ветер в травах». Поэтому дегустируя, мы уже примерно прикидываем, куда бы эту бочку мы могли направить. И одно вино мы заливаем в разные бочки. Безусловно, мы там ведем определенную статистику, смотрим уже как историю, какой сорт, может быть, даже какой участок, в каких бочках себя лучше проявил, и это нам помогает уже запланировать свои дальнейшие закупки бочек. Может быть, уже, что мы знаем, более проверенный вариант, что нам больше нравится, уже начинаем более точечно подходить именно в разрезе сортов к выбору бочек. Пойти к лучшему результату. Ну, безусловно. Виноделие, мне кажется, в общем целом, это всегда, ну, наверное, не только виноделие, можно много профессий и процессов выстроить, что это поиск, вечное стремление к самому лучшему результату. Кирилл, если говорить о масштабах, то сколько гектаров земли под виноградниками? У нас сейчас по плодоносящим это 30,5 гектар, это посадки 2011, 2012, 2013 года, 8 сортов, 5 черных, это Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Красностоп, Золотовский и Pinot Noir, и 3 белых, это у нас Chardonnay, Sauvignon Blanc и Riesling. Но в прошлом году у нас оставались еще с того времени, после того, как мы построили винодельню, порядка 5,5 гектар свободных, мы подготовили землю и посадили еще виноградники, они пока не плодоносят, посадили еще немного Cabernet Sauvignon и добавили 3 новых сорта, это у нас Syrah, Grenache Noir и Albarinio. Эти вот 3 сорта для того, чтобы поэкспериментировать, попробовать что-то новое? В том числе, да, например, Albarinio в целом, но мы знаем, где-то в Крыму есть совсем немного, но в России, насколько мы знаем, это прям новинка, то есть новый прям сорт. Посмотреть, как он вообще покажет себя тут на этом траве. Ну, мы, безусловно, подготовились, мы сделали, опять-таки, анализ почвы в целом и с питомником, и с агрономами тоже там другими советовались, насколько подходит этот сорт здесь, в принципе, все сошлось, поэтому мы решили это попробовать. Grenache Noir тоже, в принципе, в России нечастый гость, так скажем. Но в Крыму вот еще выращивают, по-моему. Да, там есть, и, в принципе, в Казахстанарском крае есть, но немного, но побольше, чем Albarinio, так скажем. Syrah, в принципе, довольно популярный сорт, но мы тоже считаем, что он у нас хорошо себя проявит, поэтому тоже, и он нам интересен, поэтому его тоже посадили. Вы вообще, это такое бережное виноградарство, и никаких пестицидов, в междуряде и травы, много животных и птиц посещают вашу винодельню, и при этом вот как раз на этикетках вы изображаете тех жителей, которые вас окружают. Я знаю, что вы ничем не ограждаете себя от них. Ограждение есть, безусловно, потому что если была бы проблема только в животных, мы бы, наверное, не ограждались, но, как говорят же, что самое опозданное животное – это человек. В этом случае это работает, поэтому, чтобы некоторых неприятных ситуаций оградить, у нас по всему периметру есть ограждение в виде забора. Но, тем не менее, даже несмотря на него, где-то в труднодоступных местах есть пролеты, что, может быть, где-то забор не смыкается, и это дает путь для животных, поэтому к нам заходят. Ну, птицам вообще нет проблем к нам залететь. Например, тот же самый удот, который у нас изображен на рислинге, в принципе, нередко садится прямо на перила около или дегустационного зала, или там у моего кабинета, поэтому мы его видим. Животные тоже, ну, зайцы – это вообще не проблема увидеть. Сейчас все чаще, когда мы говорим о каких-то винодельнях в России, говорим слово «гравитационное». Вот в вашем случае у вас именно такая. Для тех людей, кто не сильно погружен в культуру вина и вообще виноделие, в чем принцип работы такой винодельни? Все новое, хорошо забытое, старое в данном случае – это, в принципе, традиционные какие-то вещи, которые виноделы использовали уже не одно десятилетие, когда не было каких-то механизмов или оборудования. Они использовали силу тяжести, чтобы виноград и виноградная масса за счет собственного веса перемещалась. Наша винодельня построена по этому принципу. Это дает нам очень бережное, очень мягкое, деликатное перемещение винограда и виноградной массы без использования насосов или какого-то излишнего физического, механического воздействия, чтобы, например, не повредить косточку, потому что она иногда дает не очень желательный аромат и вкус. И предотвратить перетирание кожицы, что тоже может быть, например, для белого винограда нежелательно. Ну и в целом, получается, эти все перемещения минимизируют контакт с кислородом, и кислород особенно на этой стадии очень нежелателен для будущего вина. Все это для качества вина, для улучшения качества вина? Безусловно. Ну и, собственно, где-то здесь наверху подается виноград сначала, да? Да, вот это самое начало, вот буквально с этой стороны мы закатываем виноград, и здесь начинается путь. В плане поддержки, вот сейчас насколько современные российские виноделы, они могут поддержать, друг другу помочь? Я сейчас не говорю о ваших одногруппниках, да, и Олег Ничведюк, и Алексей Сидоренко. Вы, понятно, с друг другом коммуницируете, как-то помогаете вообще в целом, потому что раньше история там советских вин, начала 90-х, они были очень объединены, потому что все-таки это были государственные, чаще всего, предприятия, да, и они не конкурировали, и у них прям, как сейчас говорят, комьюнити свою, да, была определенная такая вот связь с виноделами. Сейчас это каждый сам по себе, либо все-таки вы можете не только к другу обратиться, но и к какому-нибудь, не знаю, другому виноделу, просто коллеге, и могут подсказать и поддержать. Возвращаясь к вопросу, что Россия – это молодая винодельская страна, в принципе, не так много виноделин. Это просто жителям Краснодарского края и Крыма кажется, что тут много всего, а если мы говорим во всей стране… Да даже в Краснодарском крае Крыму не так много, то есть вот взять, например, скалистый берег, находится Варваровка, да, и вот в принципе вокруг нас, вот мы сидим, сейчас смотрим, нету больше виноделин. Только пока дни. Да, виноделин. В Европе где-то рядом с таким схожим поселком по населению может быть 20-30 виноделий, то есть шато маленьких, где такая очень плотная, большая конкуренция. И опять-таки, так как эта конкуренция, мне кажется, ну вот она год-два, вот какие-то, опять же, как пошел бум на виноделии, на российское вино, она какие-то, может быть, такие зачатки, вот эти, начала приобретать этой конкуренции, какие-то ростки там, ну каких-то моментов. И то, мне это кажется, больше касается таких массовых игроков, которые делают многомиллионное производство. Мы, как виноделы, всегда стараемся другу помочь, мы с удовольствием, опять же, друг к другу принимаем. К нам виноделы приезжают, мы ездим в гости, смотрим, делимся. Полный контакт, полная доброжелательность, особенно если какие-то мероприятия, я имею в виду выставки винные, дегустации, все всегда рады друг друга видеть, все обнимаются, все рассказывают, поэтому тут конкуренция так очень вообще. Несмотря на ваши какие-то профессиональные уже успехи, вы не теряете связь со своей альмаматой, да, насколько я знаю, студенты приезжают на Скалистый берег, могут проходить практику, да, или получать какие-то знания, консультации. То есть вы взаимодействуете с университетом? Мы всегда открыты, с удовольствием принимаем студентов на практику. К сожалению, только на очень короткое время к нам могут приехать. У них, если говорим про мою кафедру, где я учился, Кубанский государственный технологический университет, кафедра виноделия об отдельных производств, то там буквально не могут приехать на месяц, это в самом начале сезона переработки винограда. Но тем не менее мы все равно идем, делаем этот шаг навстречу. Может быть даже нам в этом плане не очень удобно, но очень важно людей, особенно молодых, увлечь в этом. Еще более усложняет ситуацию, что все равно идет определенная урбанизация, все хотят жить в больших городах и выманить их из вот этих мегаполисов на периферию, еще сложнее. И показать им, что здесь тоже может быть интересно, здесь тоже можно, может даже еще с большим удовольствием жить, с большими перспективами развиваться. Ну и поэтому мы их приглашаем сюда и показываем это преподавателям, каферами общаешься, и они тоже делают выезды вне практики, это экскурсионные, когда они едут на производство, мы тоже с удовольствием их принимаем. Ребята приезжают, мы им рассказываем про предприятие, про технологию. Я просто прекрасно помню себя, я пока учился, ну да, была практика, но все равно в полной мере картину ты не представляешь, как вот виноград, окей, как он в итоге стал вином, то все равно какая-то картинка не складывается. Кирилл, вам для винодела, что важнее, допустим, работать на одном предприятии как можно дольше, для того, чтобы лучше изучить туруар, лучше понять, с каким сортом и как работать, и дойти до того выдающегося вина, да, либо наоборот попробовать за свою профессиональную жизнь больше разных туруаров, для того, чтобы, ну вот, этот интерес прочувствовать, а где интереснее работать, а что получается на том туруаре? Вот как все-таки видеть свое будущее? В моем понимании, что делать из года в год качественный, классный продукт, которому нравится людям, на который есть спрос, это даже больших усилий требуется, чем, например, в один год выпустить какое-то одно вино, может быть, в небольшом тираже, за которым тоже будут все бегать. Опять же, делать из года в год классный продукт, не зря говорят, что стабильность – это признак класса, и для этого, безусловно, нужно время, поиск продолжается каких-то идей, это не исключает экспериментов, да, мы в какой-то мере свой теруар что-то уже знаем, но еще большое поле нам неизвестно, поэтому интерес в этом плане у меня не пропадает, то есть работать, классно делать, все равно ты улучшаешь, улучшаешь, то есть работаешь над мелочами, какие-то процессы, может быть, чуть-чуть меняешь, по-другому устраиваешь. Мы сейчас много говорили о том, что российское виноделие быстрыми темпами развивается, что много предприятий с такой высокотехнологичных, и вроде как все хорошо, и много специалистов требуется, и вот ребятам есть куда пойти работать, но все-таки есть же и проблемы у современного виноделия. Вот с чем сейчас сталкиваются и виноделы, и в целом предприятия, что больше всего, наверное, тормозит вот этот вот дальнейший скачок. Понятно, мы так и будем дальше развиваться, но то, что сейчас больше всего беспокоит виноградарей и винодела. Про кадры мы поговорили, что везде все нужны, потому что есть и обратная сторона, что перспективы есть, но с другой стороны получается, что идет недобор кадров. Это есть, да. Не хватает именно профессионалов, либо просто в целом люди не хотят работать? Я думаю, именно профильных сотрудников. Это стимулирует, безусловно, конкуренцию, может быть, какие-то производства, которые смежные с нами, то есть это определенная техника. Если мы говорим, да, про агрономию, это сельхозтехника, потому что виноделие все равно такое для России более узкоспециализированное направление. Емкости из нержавеющей стали сейчас можно, даже не можно, не так сложно найти, которые делают в России, даже ни одна компания делает весьма неплохо. Но потому что емкости, они нужны не только виноделии, а в принципе в пищевой промышленности много. Соком занимается, фармацевтикой и так далее, даже и в нефтедобывающей промышленности. Более профильное оборудование, как у нас там, допустим, линия переработки винограда, там, пресса, линия розлива, опять же, еще какие-то вещи, которые там, кажутся мелочью, но они в России не представлены. Вот этого, да, не хватает, но это получается промышленного машиностроения не хватает. Плюс какие-то вспомогательные материалы тоже в принципе непросто привезти или более долго это нужно сделать. Поэтому и стоимость вина растет. Мы все знаем, что виноделие это на долгую перспективу, это долгая такая игра. Ну и, соответственно, планы, они, наверное, долгосрочные. Какая-то цель, мечта, понятно, о стабильности. Я уже поняла, что делать стабильное, качественное, хорошее вина. Но все-таки есть же то, что вот такой маячок, который зовет виноделы вперед. То, что, чего хочется добиться. Такая одна из целей, которой там хотелось, мне кажется, в принципе, на которую любой винодел ответит, что там в какой-то перспективе любому виноделу хочется, чтобы у него был какой-то свой именно личный, небольшой виноградник. Вот это я могу назвать, что красивые картинки из фильма «Хороший год», что дом, шато, вот ты ходишь, сам себе предоставлен. Это, ну опять же, это может быть определенные какие-то есть ассоциации и размышления там по свободе, что ты ходишь и занимаешься. А с точки зрения здесь, как в скалистом береге, хочется, чтобы было какое-то вино, за которым, назовем это, именно охотились. То есть, чтобы настолько сильно его ждали, чтобы каждый через день нас терзали, когда же оно появится. Куда бы ты ни пришел, или в какой-то хороший ресторан, чтобы вино-скалистого берега были. Мы находимся в каком-то невероятном сейчас месте. Знаете, с порога вы удивляете архитектурой, да, потом содержанием винодельни, а тут просто какие-то сумасшедшие виды и легкое головокружение, наверное, не только от того, что мы сколько-то метров над уровнем моря, а потому что, ну тут глаз, он настолько радуется, и красота сводит с ума. Находимся в таком начале-начал скалистого берега. Именно примерно здесь стояли наши инвесторы, которые приобрели этот участок. И тоже так впечатлились. Порядка 100 гектаров, у нас общая площадь. И да, впечатлились. И начало им родилось именно здесь, потому что буквально в нескольких метрах от нас уже начинается отвесная скала в море. Можно, да, там есть у нас кадры и с обратной стороны. И вот здесь родилось название «Скалистый берег». И с точки зрения, в принципе, производства, это тоже здесь сначала, потому что именно отсюда нас начал высаживаться виноград. И буквально вот, буквально в нескольких метрах от нас первая клетка, которая самая возрастная у нас, это Каберне-Савиньон 2011 года. Это самый возрастной наш виноградник. Кирилл, сейчас все популярнее становится энотуризм. Вот как вы замечаете, растет ли количество туристов на вашу винодельню, хоть вы не так давно работаете, но становится ли больше интереса ко всему этому? И что вы тут предлагаете, что может посмотреть турист? Есть, естественно, стандартные экскурсии, которые у нас по расписанию. Можно заказать индивидуальные в группе, то есть если вы хотите просто с друзьями. И есть там супериндивидуальные, если вы чуть ли не с виноделом хотите пообщаться, и чтобы он вас провел по этому. И, безусловно, в конце каждой экскурсии дегустация. Широкий спектр и какие-то у нас рекламные и маркетинговые мероприятия проводят там наподобие Дня поля, то есть и технику позиционируют, и готовы, и желаем воплотить любые идеи. Вообще, насколько посещение туристами, винодельниц, способствует развитию самого проекта, тем более он у вас молодой, да, и мне кажется, чем больше посетит людей уже на месте, увидит это все, познакомится, тем как-то больше интереса к вину. Вообще, сильно ли это влияет, либо это просто один из путей заявить о себе? С точки зрения экономически составляющего важный момент, то есть люди, приходящие на экскурсию, безусловно, те, кто заинтересовался и понравилось вино, покупают вино в нашем фирменном магазине, потому что в любом случае самая демократичная цена будет у нас в магазине. Нам удобнее, чтобы в идеале все наше вино там покупали. Забирали прямо оттуда. Да, да. И есть такие случаи, которые там, я там, даже я там был одной семейной паре, помогал, ящиками просто забирают, грузят в большой минивэн, и потом эти эмоции разносят по всей России, про нас рассказывают и так далее. Все они начинают спрашивать это вино у себя в городе. А если им говорят, что нет, почему у вас нет? Тогда уже, например, там собственник магазина начинает рисоваться. Мотивирует вино. Да, конечно, конечно. Насколько сама местность вдохновляет винодела? Потому что серуары разные, виноградники тоже, месторасположение разное, хотя все они по-своему прекрасны. Но вот с этой точки это просто что-то невероятное. Вдохновляет, безусловно, но мне кажется, больше даже иногда успокаивает. Ну или там, бывает, да, вдохновляешься, когда идешь там с лозой, или на участке смотришь, думаешь, вот как хорошо здесь идет, особенно когда ты вот за месяц, за две недели до сезона вот здесь как все хорошо идет, и ты думаешь, природа все свое сделала, теперь все зависит от нас, поэтому мы не должны это подвести, тут должны мы все очень внимательно сработать и все сделать. Даже сейчас, да, слышим звуки природы, когда людям когда-то если надо успокоиться, достаточно просто выйти из винодельни. Многие сравнивают труд винодела с каким-то творчеством, да, вот с чем бы наверное сравнили его вы, и что для вас вообще вино, потому что, ну, можно ведь на это смотреть и просто как на профессию, да, в которой ты преуспел и проявил себя как профессионал, но когда ты приходишь домой, у тебя начинается другая жизнь. Вот для вас что виноделие? Не встречал ни одного так успешного, известного винодела, для которого вино было просто профессия. Для всех это определенная, ну, если не жизнь, то часть жизни, то есть это так не работает. Это заполняет, безусловно, какую-то часть тебя, потому что ты все равно в разговоре с друзьями, с какими-то новыми, особенно какие-то новые знакомства, люди начинают интересоваться, всем интересна эта тема, это стимулирует всегда на общение, а на самом деле по себе может быть не очень такой открытый человек и там новые знакомства, но вот этот момент всегда помогает, когда люди узнают, что винодел, такие, да ты что, а ну-ка расскажи-ка нам, там, и начинается. Виноделие в любом случае это определенный симбиоз науки и творчества, то есть одно без другого не бывает. В принципе, даже наша винодельня отражает это, именно Александр Балабин, наш архитектор, это и закладывал в нем, потому что такая брутальная и творческое начало тоже символизируется и в нашей винодельне, то есть без знания каких-то точных наук вряд ли уже в данных реалиях что-то получится, ну или это очень сложно, или там доля везения, или может быть семейные тайны и технологии, которые они года в год передают и делают вот так вот, там, как сто лет назад, и у них что сто лет назад хорошо получалось, что вперед, но тут вопрос всегда, что может быть и лучше бы было бы. И и наука не стоит на месте, то есть она безусловно нам помогает, что-то каждый год появляется новое и в плане оборудования, и в плане каких-то других изобретений, там, вспомогательных материалов, там, и т.д. и т.п. Вот, с другой стороны, это все равно творчество, творчество тем и интересен вообще людям тема вина, я считаю, что она очень многогранна, здесь нету какой-то определенной догмы, что вот делаем так и всегда будет хорошо. Всегда вот этот путь поиска, опять-таки, творчество, где-то вдохновение заставляет людей, точнее, не заставляет, а дает им стимул делать новые прекрасные вины. Кирилл, спасибо большое за общение, за эту беседу, за то, что провели день вместе с нами, показали эту невероятную красоту и надеемся, что спустя какое-то время мы снова встретимся и все ваши какие-то мечтания, они уже будут реализованы. Спасибо, что приехали, мы всегда рады вас видеть и даже сегодня, то, что мы провели день, если вы приедете в следующий раз, у нас всегда есть что показать нового. Друзья, на сегодня это все, не забывайте подписаться на наш канал, также мы представлены во всех социальных сетях, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, высказывайте свое мнение и до новых встреч с новыми героями наших выпусков.